здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи наш обозреватель военные историки писатель александр векстер здравствуйте александр здравствуйте господин ну события на границе турции и сирии продолжают развиваться не так стремительно как было в первые дни но продолжает и такое впечатление что ситуация начинает вязнуть с одной стороны сша и турция обмениваются грозными предупреждениями трамп говорит эрдогану не поступай как дурак эрдоган выбрасывает письма трампа в общем идет обмен любезностями в кавычках а вот что происходит реально на месте военных действий ну я попытаюсь поставить все точки над и в такого рода ситуации потому что несмотря на окружающие речи и заявления нового турецкого султана россипа таиб эрдогана по поводу победоносного движения продвижение турецкой армии в северной части сирии кроме нескольких ограниченных сухопутных операций под прикрытием авиации артиллерии турция за последние два-три дня никуда не продвинулась как видно движение воинских частей башара и ласада в сторону курдских населенных пунктов и оборонительных рубежей курдских подкрепленные угрозами россии действовать против любой силы любой атаки любых вооруженных сил которые нарушат соглашение от 13 октября это российско-сирийско-курдское соглашение достигнуто 13 октября вот это вот предупреждение остановило турецкую армию от продвижения на севере сирии и несмотря на то что эрдуган на продолжает заявляете вчера и позавчера и сегодня и по телевизору и по радио что никто и ничто не может остановить доблестного победоносного продвижения его армии в войне с террором на самом деле турецкая атака фактически остановлена эрдуган добавил также что турция согласовывает свои действия с россией и что он не ожидает никаких проблем по поводу согласовывания этих действий отношения анкары с москвой однако он не объяснил никому по моему его министром тоже что означает согласованные действия с россией и как это влияет на продолжение турецких атак против курдов надо заметить что сирийские войска обошли в город манбич там же находятся и курдские части а турок там нет несмотря на победоносные заявления эрдугана что касается других курдских городов о которых мы слышим все эти дни таких как кубани 1 айн теля баят о которых было сообщено что они захвачены турецкой армии то на самом деле еще вчера они были под полным контролем курдов надо отметить и для меня это не было большой так сказать неожиданностью сюрпризом что даже в те минуты когда мы с вами сейчас вот говорим это 17 октября уже после обеденные часы в сирии существует обратите внимание господин горин полная согласованность действий между вашингтоном и москвой то есть между дональдом трампом и российским президентом владимиром путиным насколько мне известно еще позавчера состоялись телефонные разговоры между министрами обороны и министрами иностранных дел обоих государств и россии с одной стороны и соединенных штатов с другой стороны по поводу положения на севере сирии и после этих переговоров с турецким президентом эрдуганом разговаривал и владимир путин и дональд трамп путин пригласил эрдугана посетить москву еще до конца этого месяца надо сказать что осталось не так мало много дней с трудом две недели он его пригласил может быть немножко в какого-то рода даже принудительной форме этот так сказать согласился приехать что касается трампа то он сообщил эрдугану в длительном телефонном разговоре что он посылает в анкару высокопоставленную делегации в составе вице-президента соединенных штатов майка пенса министра иностранных дел майка помпео и советника президента по национальной безопасности роберта обрайна все это касается официальных и открытых таска частей переговоров между эрдуганом и вашингтоном с одной стороны и москвой с другой стороны имеется конечно и закрытая секретная часть которая имела уже это сказать утечку информации может быть специально спровоцированы с обеих сторон но я попытаюсь сказать рассказать кое-что из того что я знаю по поводу информации из этой информации которая поступает из информированных источников стало известно что путин в телефонном разговоре с эрдоганом пригрозил ему что если силой турецкие атакует каким-то образом сирийские части которые продвигаются они да имеют продвижение в курдские районы в курдские города атакует чтобы остановить это продвижение то российские вкс военно-космические силы атакуют турок то есть иными словами россия не допустит турецкой атаки по армии башира эль асада обратите внимание речь не идет о курдах речь идет о армии башира эль асада которая заключила соглашение с курдами 13 числа часть из этого соглашения еще и уже известно часть еще нет но так или иначе вхождение сирийской армии которые рисом и цветами встречают курды которые не так сильно любят сирийцев но видно их нелюбовь к сирийцам уступает их ненависти к туркам и с одной и с другой стороны так вот если будут атакованы сирийские части которые входят в соприкосновения с турецкой армии в курдских районах российский вкс атакует турецкой армии из тех же информированных источников поступает сведения также о разговоре между трампом и ардуганом который в основном касался происходящего в районе города кубани и его окрестностях потому что в районе кубани и в окрестностях очень много курских деревень трамп потребовал от ардугана обещание что турецкие части а также части протурецких милиций сражающихся на стороне турции дело в том что не только турецкая армия какое-то частично имела продвижение со стороны турции на эту сторону и с этой стороны всевозможные протурецкие милиции которые состоят из туркменов и других небольших национальностей которые проживают про турецких так сказать которые проживают на территории сирии так вот трамп потребовал от ардугана обещание что турецкие части а также эти протурецкие милиции ни в коем случае не войдут в город кубани и не оккупирует курские деревни вокруг этого города так как боятся что будет много крови прольется если это произойдет а также что очень важно он потребовал от ардугана трамп что они не возьмут под контроль сирийскую скоростную магистраль м4 которая проложена вдоль всей на севере сирии вдоль всей сирийско турецкой границы ирдуган свою очередь он же не стоит на месте не молчит потребовала трампа обязательства что сирийские войска находящиеся вблизи кубани также не войдут в город то есть курды могут там находиться мы не войдем ну но и они не должны входить хотя по моему когда и как будет действовать сирийская армия в большей степени зависит от москвы они от они от американского президента я так думаю просто именно по поводу этой просьбы эрдугана и говорили между собой российские американские министры обороны и министр иностранных дел в этой ситуации контроль над кубани продолжает оставаться в руках сирийской демократической армии sdf состоящий в основном из курдов которой россия как я понимаю обеспечивает воздушный зонд то есть эрдуган получил предупреждение с обеих сторон с американский с российским все происходящее господин горин говорит о том что нас ожидает ближайшие дни на севере сирии можно говорить об очень жестких переговорах между россии и турции и америка и турции которые обозначают что еще может сделать турция вдоль своей турецкой границы а чего уже она никак не может сделать потому что я скажем так это запрещено когда вашингтон и москва согласуют между собой действия и интересы они это делают включая сегодняшний день так например москва уже сообщила турции что ее армия не может получить северной части сирии контроль над территорией даже на миллиметр или на сантиметр превышающие 10 километровую полосу вдоль границы что это означает половиной даже немножко меньше половины той территории на которую рассчитывал ардуган и о которой он постоянно говорил во всех средствах массовой информации что это будет та самая полоса которая обеспечит безопасность турции и будет бороться с террором то есть с курским террором подразумевается вот такого рода так сказать ситуация которая происходит в эти дни и поэтому не надо серьезно относиться к победным реляциям президента турции а победа в турции так сказать на всех фронтах потому что ситуация совсем не простая и под давлением обеих сторон и москвы и вашингтона он вынужден так сказать принимать решение потому что с одной стороны его приглашают в гости считанные дни обычно такого рода визита если это только не на грани фола каких-то очень серьезных событий делается заранее за месяц за два за три президента двух государств а с другой стороны давление так сказать соединенных штатов которые при всем своем уходе с территории сирии все-таки оставляет некоторые так сказать ограниченное обязательство по поводу курдов и об этом говорят в открытую то есть нет серьезного продвижения турок турки прошли немножко остановились и теперь стоят на месте но при этом продолжается какого-то рода обстрела несмотря на то что вчера и сегодня уже было меньше чем первые дни вот то что я хотел рассказать о ситуации на турецкой серии саша спасибо но события в любом случае пока что продолжаются господин эрдоган не из тех политиков и правителей которые вот так вот легко отступают от своих целей не для того он начал всю эту военную заваруху для того чтобы через пару дней получив несколько политических оплеух вернуться домой посмотрим чтобы ближайшие дни да безусловно саша еще раз вам спасибо всего доброго с праздником до свидания будьте здоровы напомню что с нами на связи был наш обозреватель александр векстер до свидания